Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Сегодня пишут о том, что легендарная актриса Наталья Фатеева сообщила, что Алла Пугачёва не чувствует себя счастливой в Израиле. Иными словами, как некоторые пишут, рассказала правду о Пугачёвой в Израиле. Ну вот что пишут. Значит, легендарная актриса заявила, что Пугачёва брала правильное место для жизни. В Израиле очень хорошая медицина и климат. При этом Фатеева отметила, что Пугачёва не чувствует себя счастливой. И вот что она говорит. Где вы видели, чтобы люди были счастливыми? Люди вообще счастливыми никогда не бывают. Алла же человек, значит, она не исключение. Очень такая странная для меня, если честно, логика. На самом деле, я всегда хорошо относилась к Пугачёву. Несколько раз ходил на её концерты. Мне она нравилась во всех вариантах. Алла не знала, что я присутствую в зале. Вы знаете, довольно странное такое мышление. Почему? Потому что люди всегда несчастны. Пугачёва человек, а значит, она несчастна. Как будто прям урок логики. Но, вы знаете, я бы по-другому сказал. Где вы видели людей счастливых, которые бросили свою родину в трудную минуту? Вот как поставить вопрос надо. Потому что я могу сказать, что я видел огромное количество счастливых людей, которые живут в России. Небогато живут, очень скромно. Но у них душа на месте. Понимаете? Вот в чём отличие. Их не мотает куда-то возвращаться, уезжать. И причём, вы знаете, я бы не сказал, что у них нет возможности уехать. Они живут скромно, но возможности есть. У всех есть недвижимость, автомобиль, дача, которые можно продать и, собственно говоря, использовать денежные средства для того, чтобы куда-то уехать. Купить самое скромное какое-то жильё за границей. Но уехать. Но люди даже не помышляют об этом. Потому что у них душа на месте. Понимаете? Поэтому я тут с Фатеевой не то, что не согласен. Я не очень понимаю её логику. Может быть, она сама по себе судит, что она всю жизнь была несчастна, потому что она человек. Но человеческая природа — это не обязательно быть несчастливым. Просто нужно понять, что такое счастье, от чего оно зависит. Собственно, мы можем с вами поговорить, кстати, если кому-то это интересно. Но здесь я хотел бы сказать, что счастье и душевный покой у людей, которые живут в России, от того, что да, сложно, психологически тяжело. Каждый день тяжело, потому что такие новости, ты знаешь, что происходит там, на передовой. Ты знаешь, что матери остаются без сыновей. Ты знаешь, что люди сталкиваются и совершают героические поступки в защиту Родины. Очень тяжело психологически. Но именно, наверное, вот этот дух и дух Родины, соединение их, оно и не даёт человеку скатиться в эмоциональную пропасть, скажем так. А те, кто уезжают, они, помимо того, что чувствуют внутри себя всё-таки, что они, да, плюс ко всему, они ещё не чувствуют Родины. Где родился, там и пригодился. Друзья, интересно ваше мнение, что думаете на сей счёт, пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочку закреплённую в комментариях в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна Новости. Новости в формате 24 на 7, плюс мои ролики на социальные и политические темы. Друзья, здесь на ютюбе есть канал, он тоже называется Будда Гришна Новость. Он резервный, запасной. Подпишитесь, чтобы мы с вами просто не потерялись в случае чего. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok